Детская библиотека на время окрасилась в зелёный цвет. Всё потому, что на её территории во второй раз привели экологическую акцию «Зелёный день». В этот вечер можно было посетить различные мастер-классы и развлекательные площадки. Для любителей рукоделия мы предлагаем мастер-классы на любой вкус. Это и роспись имбирных пряников, ромашка. В этот день мы встречаем семьи, и поэтому не зря мы выбрали именно такой мастер-класс. Также ребятишки смогут сделать цыплёнка, так как у нас скоро, совсем уже скоро наступит Пасха. Всего на акции «Зелёный день» было представлено семь локаций, на которых побывали более 50 губкинцев. Больше всего мастер-класс мне понравился, наверное, с лаймами. Но все мастер-классы очень прикольные. Я часто участвую в таких мероприятиях, потому что, во-первых, это очень заботливо о природе, а во-вторых, потому что, по крайней мере, это очень весело. Весело было и участникам экологической игры «Сохраним наш дом вместе». Её провели в рамках «Зелёного дня». Участие в нём приняли команды из четырёх школ города. Причём представляли школы как ученики, так и их родители. Экологические мероприятия нужны однозначно, потому что экология – это наше будущее. Если мы не будем заботиться сейчас, то мы не будем иметь результат в дальнейшем. Поэтому однозначно, мы должны учить детей и вторично, и сбору отходов раздельно. Экологическая игра состояла из пяти категорий вопросов – фото и видео, вопросы, мир вокруг нас, всё обо всём и вопросы на засыпку. Я очень люблю играть в такие развивающие игры. Мне очень понравились новые локации. В итоге победила дружба. Как отмечают организаторы, подобные акции помогают научить детей бережному отношению к природе, а взрослым напомнить правила, которые следует соблюдать. Алла Мэтура, Данила Индюков, Новости Губкинского.